Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Во-первых, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие! Меня зовут мать Татьяна. Я монахиня Татьяна. Я живу в Абхазии, вот тут в горах. Конечно, всех вас поздравляю с наступающим Рождеством Христовым. Господь родился и дал нам шанс спастись во Царстве Небесном. Очень хорошо, что мы с вами встретились накануне буквально Рождества Христова. Люди приезжают очень редко. Абхазские охотники. А так, собственно, нет людей. Вот в прошлом году из России паломники пешком сюда шли. Вот такие группа путешественников, 15 человек из разных городов, и шли пешком на озеро Амткел. Хотели посмотреть вот с рюкзаками. И ночевали здесь в храме, я им разрешила, потому что они были после дождя мокрые. И вот пока они обсушились, пока они покушали там горячего супчика, вот переночевали и дальше отправили свой поход. Я не могу уйти совсем в горы высоко, где вообще никого нет. Потому что я старая и больная. Вот хожу я очень плохо. Мне сюда-то добраться и то тяжело. Я за трое суток сюда дохожу. Но если кто-то повезет, то люди добрые берут меня в машину, попутчика. А если никого нет, то пешком идешь. Вот за трое суток дохожу. Ну, хозяйство мое невелико. У меня только кошечка, мое хозяйство. Никакой живности я не держу. Здесь только дикие звери. Живу я здесь одна. Огород пытаюсь разработать. Сажу малину, цветы вокруг храма и молюсь Господу. Монахи, они не так питаются, как миряне, да? Это крупы и овощи. Вот еда. Крупы и овощи. Овощи я пытаюсь выращивать сама. Закручиваю в банки. Солью огурцы, помидоры. Икру кабачковую варю. А крупы люди добрые привозят. Привезут мешок. Крупы хорошо. Это пост. Пост. Постоянный, всегдашний пост. Очень нравится. Это жизнь по сердцу моему. Это Господь дал мне, чтобы сподобиться, уйти в пустыню. Это нужно долго молиться. И если Господь управит, тогда получишь. А если неугодно Господу будет, то и не получишь пустыни. Благодатной вот такой пустыни. Это Господь по сердцу мне дал. Слава тебе, Господи, Всевышний. И дел много. Нужно возделывать огород. Ну, то есть нужно вот копать, там что-то устраивать. А само понятие скучно для монаха, оно отсутствует. Потому что мы же с Богом. А с Богом скучно не бывает. С Богом не скучно. Молишься, молишься. Правила монашеская. Молитву непрестанную. Монахи по своей воле ничего не делают. Это благословение. Я из женского монастыря, из Пскова. И благословение в Кавказские горы, на пустыне. А так дальше, как Господь решит, так и на волю Божью. На волю Божью. Раз в три месяца, например, я спускаюсь. И на побережье, чтобы причаститься в храм. Здесь, ну, я русский человек в Абхазии, да. И пока я вот не ушла в пустыню, на побережье находилась, мне очень жарко в Абхазии. 50 градусов летом, это для меня чересчур. А когда я попала вот сюда, здесь зимой снег, ну, глубокий снег. С ногу, с ногу. Это просто вот русская зима. С морозом, понимаете? Очень красиво, очень хорошо. И летом хорошо, и осенью красиво. Ну, это просто вот жить в горах. Вот кто бывал в горах, тот может понять, какие здесь красоты, какие закаты. А ночью? Ночью выйдешь, просто вот выйдешь из кельи, а звезды на уровне руки. Не на небе, а так как мы в горах, они вот так вот. Они в кустах. Звезды, вы понимаете? И получается, что деревья украшены звездами. Это настолько красиво, это просто потрясающе. Очень нравится. Очень нравится. Вот эту очень красивую деревянную резную икону это в храм привезли просто вот православные люди, потому что хотят, чтобы храм был и боголепно украшен, чтобы был. Хотя здесь пусто и одиноко, и прихожан здесь нет, а люди везут, вы понимаете, и масло везут для лампады, и иконы везут, и свечи привозят, потому что хотят, чтобы молитва была, чтобы храм был. Во время коронавируса лично в моей жизни мало что изменилось, потому что я нахожусь далеко от мирского общества. Мне люди только рассказывают и просят, вот приезжают, просят молиться за тяжко болящего, записки подают, просят молиться, и, ну, конечно, по силе своей, ну, вот, как могу, молюсь за болящих людей. Православного крещеного человека за правым плечом стоит его ангел-хранитель. Мирские люди иногда забывают об этом, ну, в спешке, в суете, ну, нужно об этом помнить, потому что он не случайно хранителем назван. Он нас на руках вот носит, вот так на руках, вот, бережет, охраняет. Обращаться к нему всегда в трудной ситуации, сразу вспоминать, что ангел-хранитель стоит за правым плечом, и обращаться к нему своими словами, прям своими словами от сердца, помоги, защити, и что вот душа подскажет, то и говорить. А я просто говорила, то, что монахиню три ангела берегут. Поэтому как-то вот бояться вот таким животным страхом, пугаться, ну, это просто стыдно, потому что монахиню три ангела берегут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА